Всем привет, мои дорогие друзья! Очень рада приветствовать всех своих любителей, ценителей парфюмерии вновь на моем канале. И если есть те, кто случайно заглянул сегодня ко мне в гости, меня зовут Элла. И здесь все у меня про ароматы, парфюмы и духи. И, друзья мои, сегодня у нас, надеюсь, не будет длинное видео. Хочу вместе с вами открыть уже такой довольно легендарный парфюм из истории от марки Estee Lauder. И поделиться своими первыми впечатлениями. Первыми вот эмоциями, потому что я его заказывала вслепую. В общем, кому это интересно, оставайтесь сегодня со мной, кто не подписан на мой канал. Но если вы тоже любите ароматы, любите вкусно пахнуть, подписывайтесь. Я всем всегда очень рада. Как обычно, берите что-то вкусненькое и поехали! И, друзья мои, сегодня открываем мы еще один аромат от марки Estee Lauder. В последнее время мне прям вот захотелось знакомиться дальше с парфюмами, уже действительно, которые, можно сказать, с парфюмами со своей историей, которые, в общем-то, марка продолжает выпускать. Надо дать должное, почти все парфюмы Estee Lauder, они имеют свою историю. И она, пожалуй, вот это единственная марка, которая поддерживает сейчас, наверное, вот переиздание старых ароматов, которые, безусловно, можно сказать, относят нас к старой парфюмерной школе. Конечно же, собрала все лучшее от этих ароматов. И сегодня на распаковке у нас знаменитый Cinnabar от марки Estee Lauder. У меня это, конечно же, друзья, наводил уже в новом флаконе, абсолютно другом, чем когда-то раньше шел старичок. Старичок шел в знаменитый вот этот флакончик, такой пенальчик вот с пластмассовой бордовой крышкой. У моих подписчиков есть вот этот старичок. Мне уже в телеграм-канале показывали, укладывали фото. Я, конечно же, им очень завидую по-доброму, но, к сожалению, у меня этого аромата никогда не было. И вообще, многие ароматы Estee Lauder прошли именно у меня. Я не знаю, почему, друзья мои, так сложилось. В прошлом году я делала видеораспаковку и купила себе Yuzdu. Боже, Роса юности. Как мне не нравится произносить название аромата. Выложу знаменитый флакончик вот этого Росы юности. Yuzdu. Боже, этот английский не дается никогда. И почему-то этот аромат я про себя называю Yuzdru. Я вот уже привыкла Yuzdru, и иногда у меня так и вырывается. Но правильно, конечно, Yuzdu. Не знаю, я в английском произношении не сильна, поэтому не буду больше произносить и смешить. Кого-то буду называть его Росу юности. Кстати, у Синобар тоже я слышала и Чинобар, и Чайнобар. И как только они называют этот парфюм. Но правильно, на английском все-таки Синобар. И в русском уже, в русской транскрипте, как правильно его называют, Кинобар. Даже вот так. И, друзья мои, но суть этого не меняет. Давайте открывать этот аромат, и я о нем расскажу. Расскажу, почему я его решила все-таки купить. Так вот, Роса юности, которую я приобрела, ношу нечасто. Для меня это очень такой яркий парфюм. Вот тоже с огромной пирамидой старой школы. Про яркую гвоздику. Но все равно он хорош. Он ярок. Не каждый его на себе вынесет, но он хорош. И вот этот аромат сравнивают и с этой Росой юности, плюс еще с знаменитым классическим опиумом из Saint Laurent. Ну и, друзья мои, я хочу сказать, что, конечно, возможно, есть сходство, но, конечно же, в каждом аромате есть и свое что-то. Давайте достанем флакончик. Во-первых, мне не терпится нанести, потом буду вам дальше продолжать рассказывать. Вот так выглядит флакончик новодела. Видите, я сегодня прям под цвет вот этой такой янтарно-коньячной жидкости этого аромата. В старом флаконе тоже такого же цвета была жидкость. Ну и, друзья мои, несмотря на то, что изменилась пирамида, я читала, что все-таки все равно этот аромат очень-очень похож на старичка, на стародел. Давайте мы нанесем. Мне, к сожалению, сравнивать не с чем. Со староделом я не была знакома, поэтому я буду оценивать только вот этот новый аромат. Боже, даже не надо подносить руку. Вот, уже пошла вот эта красота. Друзья мои, ну, боже, вот эта мощь. Это вся вот эта красота старой парфюмерной школы. Конечно, аромат. Уже так вот, знаете, стою. Стараюсь уже даже отворачивать, потому что у меня же в рот попало немножко вот этого спирта. Вы знаете, мощь, что я могу сказать? Мощь вот со старта. Конечно, здесь вот эта гвоздика такая, знаете, пряная гвоздика, которая сразу вот с первого вот аккорда от себя просто вот таким вихнем захватывает. И, конечно же, много специй, какой-то специй, какой-то даже, я бы сказала, бальзамичности в этом аромате много. Ну, давайте так, пусть он усаживается. Я вам чуть-чуть буду рассказывать сначала про историю. Почему-то этот аромат все-таки сравнивают и с опиум, и с расой юности, потому что у них вот схожие пирамиды, схожее звучание. И вот эта яркая гвоздичность, и вот эта специйность, вот эта вот такая бальзамичность, я бы сказала, в звучании. Но сразу хочу сказать о парфюмерах. Я не знаю, кто перебрал эту новую версию, друзья, правда, но думаю, что все-таки следует формуле двух парфюмеров, которые создали первую версию вот этого Синнабара. Аромата это Бернан Шанта, о котором я недавно как раз вспоминала, рассказывала, и женщина-парфюмер Жозефина Катапану. Я о ней тоже вам говорила, как раз, которая создала расу юности, Юз Дю для Эстелаудер. И, друзья мои, если говорить о первичности, вот сейчас я слышу, да, этот аромат очень похож на расу юности, и своей гвоздичностью, и своей какой-то такой легкой кока-коловостью на старте, потому что этого аромата не заявлена кока-кола, но в стартовых нотах она немножко слышна, как и в аромате Юз Дю. И не зря вот Жозефина Катапана сделала это, скажем так, американка итальянского происхождения, женщина-парфюмер, которая создала и расу юности, и вот участвовала вместе с Бернаном Шантом в создании этого парфюма, керамеду старенького Синнабар, в старом исполнении. И, конечно, они вот поэтому и похожи. Вот большинство нот совпадает, в частности, вот эта гвоздика пряная, много пряностей, есть смолы. В старой версии, конечно, пирамида была обширнее, но, друзья, вот то, что я сейчас слышу, мне очень нравится. Конечно же, я слышу и отголоски старого доброго опиума от Итсен Лоран, вот с этим окошечком, вот именно старую, самую первую версию, с красивым вот этим востоком, с его спецвостью. То есть вот этот аромат, сейчас стою и понимаю, вот что же вы... Да, он очень напоминает. То есть у кого, например, есть или опиум, или уже есть раса юности, может быть, этот аромат даже и не нужен бы был. Но вот я вот собрала сейчас всю эту троицу, которая, в общем-то, похожа, и в то же время имеет какие-то свои особенности. Вот этот аромат, я хочу сказать, что по сравнению с юдру, с расой юности, в нем чуть меньше такой назойливой гвоздичности. Вот правда, в расе юности мне всегда вот мешала яркая гвоздика, за ней уже мало что-то слышала я. Вот здесь все-таки специи тоже берут свое, и вот этой вот спецвостью, восточностью, такой, знаете, вкрачивой вот этой вот, действительно, восточной тонкости, он, конечно, больше мне напоминает именно опиум. И я бы сказала, что это такой симбиоз вот этого прекрасного опиума с вот этой расой юностью гвоздичной, и получился вот этот вот синабар. Ну, а кто, что у кого, как бы, ну, неудивительно уже сказала, то, что Джозефина Катапана сделала, принесла какие-то ноты в этот аромат, но первым ароматом это был, конечно же, аромат раса юности. Он вышел в 1953 году, вот от Джозефины Катапана. Синабар вышел, если я не ошибаюсь, кстати, нет, да, вторым был все-таки опиум. Первый опиум от Ивстен Лорана вышел в 1977 году, а этот аромат, вот старичок, вышел первый раз в 1978 году. То есть, вот такая очередность выхода, поэтому этот аромат действительно вышел последним из всех, да, и поэтому, можно сказать, как раз вот он и собрал, да, всю красоту восточных специй, смол от опиума Ивстен Лоран, и вот эту вот такую яркую гвоздичность, какую-то вот такую тонкую кока-коловость от аромата расы юности. Но прекрасное звучание. Друзья мои, я очень боялась, что не смогу его носить, ну вот этот аромат, пожалуй, я даже буду носить чаще, чем вот этот гвоздичный расу юности, потому что вот там гвоздика все-таки, она меня немножечко как-то напрягает, утяжеляет для меня восприятие аромата. Вот здесь вот, еще раз повторюсь, спец из меня даже вот стою, настолько мне нравится вот даже в шлейфе слышать этот аромат, что даже не хочется смотреть на ноты. Ну, быстренько скажу, конечно. Танжерин, Жасмин, я говорю об этой версии, потому что старенького старичка, вот этого знаменитого вот этого киноваря, вы посмотрите на фрагрантик, у него обширнее пирамида, но похожесть есть, об этом говорят знатоки, и я хочу сказать, что, друзья мои, вот этот новодел, кто не любит, крисикует новодел, не бойтесь, берите, он тоже классный. Ну и ноты, танжерин, жасмин, цветок апельсина, это стартовые ноты. Сердце, это вот эта гвоздика, пряность, которая, конечно, узнаваемая, которая очень яркая тоже, но вот то, что делает, наверное, таким еще более пронзительным, это, конечно же, лилия и ландж, два белых цветка, которые дают, знаете, такой прям вот, эту белоцветочность очень яркой делают. И в базе это смолы, алибанум, сандал и пачули. То есть здесь странно, что нет вот спецовых нот, а я думаю, что все-таки в пирамиде они остались и есть, потому что в старой версии, я имею в виду, вот синабар, есть и специи, и, по-моему, там даже есть нота ладана, то есть аромат гораздо был обширнее пирамиды, мне кажется, здесь что-то на фрагрантике припрятали, потому что однозначно этот аромат выдает на моей коже и специи, и гвоздичность, и вот эту бальзамичность, вот эта смола алибанум, но как будто здесь есть и ладан. Вот аромат однозначно для меня. Это восток, это такое, знаете, красивые какие-то золотые убранства. Вот все в этом парфюме. Ну, конечно, вот нотки опиума я слышу. Стою и думаю, боже, как же он похож на опиум скорее больше. Потом бах, гвоздичность слышу, нет, наверное, все-таки на расу юности. Все-таки этот парфюм, он хорош сам по себе, знаменитый вот этот стинобар. Ну и, друзья, конечно же, такие ароматы носишь с осторожностью, не часто. От старой школы я немножко отошла, но красоту этих ароматов никто не отменял. Я обожаю эти ароматы, которые относят вот в ту эпоху. И спасибо марке Estee Lauder, что она переиздает эти ароматы. Кстати, вот в таких флаконах вышла вся линейка вот этих вот ароматов, как-то называется даже эта коллекция, которая вот переиздана у Estee Lauder. И я рада, что вот этот красавчик появился сейчас у меня в коллекции. Просто, ну, безумно рада, потому что он мне достался еще с очень-очень хорошей скидкой. В общем, буду иногда так прикладываться, иногда маленькой дозой надо этот аромат, потому что он супер, наверное, будет стойкий. Я прям вот слышу его действительно, как можно сказать, за километр, стараюсь подальше руку, но он прям заполнил все. Очень красивый. Восток однозначно. Прям какое-то струящееся золото. Ну и, друзья мои, без отеста никому не советую. Это такая оговорка. Потому что многие могут заказать и сказать, фу, господи. И если многие ароматы вот как оценивают, как бабушкин сундук, да, то этот, боюсь, что даже опишут, как дедушкин сундук. Потому что есть у него какая-то характерность такая, знаете. И правда, старая школа в нем звучит, и вот этот ретро такой аккорд слышится. Поэтому, не дай бог, ни подготовленным, ни таким людям, без вот этих вот нанюханных носов, не любящим старую школу парфюмерии, критикующие вы эти ароматы, не надо без отеста заказывать. Ну, а любители вот этих ароматов старых, пишите ваше мнение. Кто знакомый со старой версией, и вот с этой новой, может быть, версией Cinnabar от Estee Lauder, пишите ваше мнение. Я очень довольна этим ароматом. Еще одна жемчужина в моей коллекции. Спасибо, друзья, тем, кто, в общем-то, дошел со мной до конца сегодня. Если что-то вам из этого видео понравилось, ставьте лайк. Мне всегда это очень приятно. Пишите в комментариях все, что хотите. Я вам уже об этом сказала. Еще раз спасибо всем, кто выслушал меня. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Внизу в описании видео есть ссылочка на него. Там я делюсь какими-то своими новостями более мобильно. Всем спасибо. Всем всего самого замечательного. Всем пока, мои дорогие.